Окно в безграничное пространство. В Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Толстого идут занятия по обучению новым информационным технологиям. На этот раз на учебу приехали гости из Ярославля. Вот у меня тысяча рублей. Я нажимаю, подношу, и он мне должен ответить. Одна тысяча рублей. Определить денежные купюры, вызвать такси, найти необходимый адрес, и это еще не все возможности приложения для слабовидящих и незрячих. Я обучалась здесь, у Николая Парахина, все приложения. Получил сертификат, то, что я прошла обучение. И пользуюсь, играю, определять купюры. У меня специальное приложение есть. Вот. Общаюсь. Все движения на сенсорном экране для незрячих озвучиваются. При первом касании ярлыка телефон его называет, при втором открывает папку. Дальше ориентация по телефону тоже при помощи голосового управления. Обучает слабовидящих и слепых тифлопедагог из Чувашии Николай Парахин. Его проект «Окно в безграничное пространство» выиграл грант. При финансовой поддержке «Филантроп КАФ России» мы закупили оборудование. Это два устройства смартфона под управлением операционной системой Android Samsung Galaxy A5 2017 года. И два айфона под управлением операционной системой iOS. На этих устройствах мы обучаем пользоваться незрячих как операционной системой Android, так и iOS. Жесты, работа, значит, на сенсорных устройствах делается с помощью жестов. То есть мы смахиваем слева направо и движемся по ярлычкам, расположенных на рабочих столетях. Сейчас у тифлопедагога обучаются коллеги из Ярославля. Такой не совсем обычный опыт работы с современными телефонами они планируют применить у себя. Возникла идея, чтобы чебоксарцы обменялись опытом с ярославцами и научили нас не только тому, как нам самим пользоваться телефоном, но чтобы мы могли свой опыт передавать другим. Потому что мало уметь самим, очень важно уметь научить этому других. А других учить сложно, потому что пока еще нет ни системы преподавания, ни методик. И каждый, кто передает свой опыт, он это делает так, как считает возможным, так, как умеет. Вот нам кажется, что Коля это умеет делать гораздо лучше, чем многие другие. Сейчас автор проекта вместе со своей командой систематизирует накопленные знания. Они лягут в основу методики преподавания. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Павел Редков, Республика.